Макс, как попасть в Стэнфорд в двух словах? Нужно что-то оригинальное. Дубай, Сиди, с кальяном. И сдал на 750. Почему бы не сделать рэп-клип? О, ну я сдам на 750. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Макс Сапорников, не состоявшийся рэпер, но состоявшийся студент Стэнфорда. Всем привет! Макс, спасибо большое, что пришел. Очень рад тебя видеть. Очень рад, что успел с тобой увидеться до того, как ты уехал в Солнечную Калифорнию. Спасибо большое, что пригласил. Очень приятно здесь быть. Макс Сапорников – это мой друг из МГИМО, ныне директор ВФК «Система», который со второй попытки поступил в Стэнфордскую школу бизнеса, организовал IPO детского мира, поднял GMAT с 630 до 730 и записал рэп-сф «Гарвард». Обо всем этом я его сейчас расспрошу. Я, кстати, перед тем, как сюда прийти, посмотрел два предыдущих интервью. Очень все круто, здорово, классный проект. Прям большой результат. Я думаю, что с тобой будет еще круче. Посмотрим. Ну, сразу к делу. Макс, расскажи, пожалуйста, почему ты решил вообще идти в Стэнфорд? Это хороший вопрос. Моя история со Стэнфордом началась в 2010 году, когда я еще учился в МГИМО и участвовал в таком мероприятии под названием SERV – Stanford US Russia Forum. И у меня была возможность приехать на неделю в Стэнфорд на конференцию, где мы встречались с разными бизнесменами, политиками, скандализой RISE и с прочими другими интересными ребятами. И в тот момент я даже смог посетить занятия в бизнес-школе. Это был класс профессора Шарпа. Уильям Шарп – это один из самых известных финансистов, который пишет книжки. Есть такой Sharp RISE, наверняка многие слушатели знают и слышали. И это меня все очень сильно впечатлило, что ты можешь находиться на классе человека, книжку которого ты за несколько недель до этого читал. Я пообщался со студентами MBA, и в тот момент у меня уже зародилась такая вот маленькая мыслишка. Может быть, когда-нибудь мне имеет смысл попробовать поступить на MBA. После этого я вернулся в Россию, закончил обучение в МГИМО, начал свою карьеру. Об этом я как-то, если честно, не думал активно. Начал задумываться в 2014 году, когда всем известные события в России начали происходить. Когда я начал понимать, что, наверное, имеет смысл как-то диверсифицироваться. То есть жить и учиться в одной стране – это, конечно, здорово, но в нашем глобальном мире лучше быть таким глобальным человеком. Иметь возможность работать в разных странах, на разных континентах и так далее. И вот благодаря этому у меня появилась идея, что, наверное, имеет смысл попробовать поступить на MBA. И я, когда первый раз поступал, выбрал четыре школы. Одной из них был Stanford. С первой попытки поступить мне не удалось. Я поступил только со второй. Но Stanford всегда был моим топ-чайсом. Почему? Потому что, ну, наверное, три основных причины. Первое – это то, что это одна из самых лучших школ, которая находится в одном из лучших мест для жизни в Кревниевой долине. А второе – то, что Stanford дает возможности практически для любых карьерных амбиций. Чем бы человек не хотел заниматься после MBA, Stanford даст ему такую возможность. Благодаря своим профессорам, благодаря людям, которые учатся с тобой в классе. И третье, наверное, это то, что, когда я был в Stanford, я почувствовал, что школа мне подходит по своей культуре, по своему вайбу. Наверное, три основных причины. А скажи, пожалуйста, а вот зачем вообще тебе бизнес-школа нужна? У тебя очень крутой опыт. Видно, что ты уже точно не пропадешь не то, что в России, но, я думаю, вообще где угодно. Зачем тебе сейчас еще тратить два года жизни на то, чтобы поехать где-то поучиться, не работать это время, а может быть, и за этим? Ну, как я уже частично, наверное, начал на него отвечать в моем предыдущем длинном ответе, это то, что я, во-первых, хочу все-таки получить международный опыт. У меня его не было. Я учился в МГИМО, я не делал нигде магистратуру, я работал исключительно в России, более того, исключительно в российских компаниях. А можно ли получить международный опыт без MBA? Да, можно. Проще ли это сделать с MBA? Открывает ли MBA какие-то новые двери? Да, проще, да, открывает. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что MBA – это правильный шаг для тех, кто действительно хочет поработать в другой стране, не обязательно в Америке, где угодно. И MBA дает такую возможность и юридическую с точки зрения каких-то виз, и с точки зрения, в принципе, рекрутмента. То есть рекрутеры, там, МГИМО в России все знают, за пределами СНГ МГИМО практически никто не знает. Ну, может быть, в Европе, окей, но в Штатах уж точно. Для них неважно, это там нигерийский какой-нибудь государственный или московский государственный. В Стэнфорде, кстати, знают. Нет, окей, там довольно много МГИМОшников, да, но я говорю про рекрутеров больше, да, и для них это все одно и то же. Вот. Это, наверное, первый момент, зачем мне MBA – получить международный опыт. Второй момент, с точки зрения, ну, это тоже все пересекается с международным опытом, да, расширить свой нетворк. Можно ли расширять нетворк без MBA? Да, можно. Окей, можно всем писать в Линкдине, можно там через Фейсбук находить каких-то друзей-друзей и так далее. Но MBA, где приезжает, я не знаю, как в случае Стэнфорда, 400 человек из 60 стран мира, тебе дает просто колоссальный экспоза на людей. И, как правило, эти люди все очень амбициозные, успешные, да, в разных странах. И вот, например, в России, я там сам с Иркутской области, из Сибири, в моем городе, в Устилимске, там 100 тысяч населения, даже уже меньше, 80 тысяч, там практически никто не остается, когда люди заканчивают школу. Все разбредаются там по разным городам России. Я, когда еду в Россию, там, в какой-нибудь крупный город, я не знаю, там, Нижний Новгород, Питер, у меня везде есть друзья, мне это очень нравится. А после MBA у меня будут друзья по всему миру. И это мне тоже, эта мысль меня очень радует, и что это не просто ты поехал в отпуск, да, куда-нибудь там в Грецию и по фану встретил с своими греческими друзьями, а это с точки зрения бизнеса, с точки зрения каких-то карьерных путей, это, конечно же, расширяет кругозор, поэтому нетворк – это действительно такая полезная вещь, и MBA позволяет существенно расширить нетворк. Ну и третье – это, в принципе, просто сделать паузу в карьере. Да, окей, немножко отдохнуть, но отдохнуть. Пожить. Да, пожить океану, посерфить, научиться серфить, вот, в моем случае. Ну и совместить приятное с полезным, что называется, да, потому что ты не просто отдыхаешь, но ты еще и учишься в одной из лучших школ мира, ты можешь там освоить какие-то новые навыки. Например, я никогда не занимался программированием, я ничего не знаю там про artificial intelligence или deep learning, для меня это какие-то вот такие вот слова, которые на слуху, да, но я ничего в этом не шарю, но у меня будет два года на то, чтобы взять какие-то классы, позаниматься самому, пообщаться с людьми и как-то погрузиться вот в эти все интересные трендовые вещи. Вот. Поэтому MBA, да, собственно, дает вот такие вот возможности. Макс, расскажи, пожалуйста, поподробнее про свой путь в Стэнфорд. Почему спрашиваю? Потому что, на мой взгляд, это очень такой instructive путь. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Вот твоя первая заявка, куда ты подавался, что делал тогда? Хорошо. Значит, как я уже сказал, начался мой путь с MBA. Идея мне пришла в 2014 году, готовиться я начал в 2015 году. Ну, наверное, про экзамены мы отдельно поговорим, да, про джемат и так далее. У меня очень интересный опыт такой с джематом был, да, продолжительный достаточно. Вот. С точки зрения школ, значит, в 2015 году я начал с того, что я просто определил какой-то shortlist школ. Я слышал от многих людей, что это должно быть 3-4, максимум 5 школ. Больше это уже такой размыв фокуса. Меньше это как бы риски, да, того, что ты куда-то можешь в одну школу не пройти. Ну, в твоем случае все получилось просто на 100 из 100. Да, да, повезет. Но у тебя кейс скорее уникальный, да. Все-таки люди, как правило, стараются там диверсифицироваться, да. Вот. Собственно, я, ну, на слуху у меня были Гарвард и Стэнфорд. Я решил, что и туда, и туда я подам свой аппликейшн. И там, и там у меня были друзья, с которыми я пообщался. И мне каждый сказал, что школа там самая лучшая, все супер, даже не думай, подавайся. Вот. И помимо Гарварда и Стэнфорда я выбрал еще две школы, которые на тот момент соответствовали моим карьерным интересам. Карьерные интересы у меня тогда были достаточно такие нетривиальные. Я, ну, с детства увлекаюсь музыкой, в частности, хип-хопом, рэпом. Вот. Я подумал, почему бы мне... Это третий рим, это Москва. Спорт и бешеный ритм, кругом головой. Хорошо. Почему бы мне не попробовать поработать в этой индустрии профессионально, да? То есть я работал там в investment banking, в private equity, занимался основным ритейлом. Вот. Я подумал, почему бы мне не сменить сферу и не попробовать где-нибудь в Лос-Анджелесе, в Голливуде строиться в какой-нибудь музыкальный лейбл, например, там Universal Music или Warner Music, да? И позаниматься этим бизнесом профессиональным, музыкальным бизнесом, да? С этой точки зрения, Гарвард, Стэнфорд, да, они дают определенные opportunities. И там и там есть различные интертеймент-курсы. Довольно много людей потом едут в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк, другие города, где развита интертеймент-индустрия. Но, конечно же, столица интертеймента мировая – это LA. И я посмотрел, какие есть школы в Лос-Анджелесе. К сожалению для себя, я не обнаружил ни одной школы, которая была бы в топ-10 рейтинга. Самая высокорейтинговая школа UCLA, она была топ-15, и еще USC топ-25, топ-30, что-то такое. И я подумал, окей, я подамся в Гарвард, Стэнфорд, и подамся в UCLA и в USC. Как бы это, можно сказать, школы из разных лиг, да, между собой. Но плюс UCLA и USC был в том, что они находятся непосредственно в Лос-Анджелесе. Собственно, в итоге, в результате меня взяли и в UCLA, и в USC, но не взяли ни в Стэнфорд, ни в Гарвард. И более того, даже не позвали на интервью. И в тот момент я склонялся изначально к тому, чтобы поехать в UCLA, но в силу ряда семейных и других обстоятельств, в тот момент я решил все-таки не ехать в эту школу. Я решил, что окей, я поработаю еще в системе. Как раз у нас тогда уже намечалось, были предпосылки к тому, что может произойти IPO детского мира. А детский мир – это тот актив, которым я занимался на протяжении нескольких лет. Это был такой главный мой, пока профессиональный проект в моей жизни. Я решил, что я останусь, ну и, может быть, попытаюсь счастья в другой раз все-таки с Гарвардом и Стэнфордом. Потому что тратить два года на нетоповую школу, ну, скажем так, я не видел, не встречал еще людей, которые бы пожалели о том, чтобы они поехали в UCLA. UCLA – замечательный кампус, отличные ребята, классная школа. Но все-таки чувствуется, что вот люди, которые идут туда, с большой долей вероятности, они не поступили в Гарвард, Стэнфорд или, может быть, в Бёркли. Да, вот есть такой какой-то фил. В Стэнфорде или в Гарварде ты не встречаешь людей, которые бы не поступили куда-то выше, не метились куда-то, скажем так, в космос. Они запустили единороды. Ну, да, кто-то из них запустил, да, но, скажем так, они туда поступают, они всем довольны. Люди, которые поступают в UCLA, они показывают, что они всем довольны, но по факту… Не всем довольны. Да, да, если бы им дали возможность поехать в более крутую школу, они бы, скорее всего, туда поехали. Расскажи про Гарвард, свою первую заявку, расскажи, как ты снял клип. Мне кажется, это было очень круто. Да, ну, собственно, как мне пришла в голову эта идея. Я в Гарвард подавался во втором раунде, это было начало 2016 года. В первом раунде я подался в Стэнфорд, в UCLA, в USC. Стэнфорд мне отказал, UCLA и USC меня взяли. Но я подумал, почему бы не попробовать во втором раунде еще податься в Гарвард. Я, кстати, тогда пересдал GMAT, потому что в Стэнфорд и UCLA, в USC я поступал с 710 результатом. Прямо перед подачей Гарварда в Гарвард я поехал в Дубай с семьей в отпуск, решил попробовать сдать еще раз и вдруг сдал на 730. Чудесным образом, собственно, чуть-чуть улучшил результат. Но я подумал, что все равно, я, наверное, не совсем подхожу к Гарварду по каким-то классическим характеристикам. Что я имею в виду? Гарвард, ну, во-первых, они любят большие GMAT 750-760. Во-вторых, с точки зрения ребят из России, они любят людей с опытом либо в консалтинге, либо в каких-то других международных структурах. Но в первую очередь в консалтинге. McKinsey, BCG, Bain, мне кажется, за последние лет 5-7 процентов 80 людей, которых брали из России, они именно с таким бэкграундом. То есть они либо непосредственно из консалтинга едут в бизнес-школу, либо они работали в консалтинге, потом поработали в каком-нибудь GetTex или в каком-то другом стартапе или в какой-нибудь другой компании и после этого попали в Гарвард. Я понимал, что мне нужно выделяться обязательно, потому что у меня сравнительно низкий GMAT и бэкграунд в российской компании, которая Гарварду не особо известна. Я не слышал про прецеденты того, чтобы из АФК-системы кого-то брали в Гарвард. Мой начальник, он, собственно, из АФК-системы, он закончил Гарвард, но когда он туда поехал, он работал до этого в Bain. Поэтому я, собственно, понимал, что нужно что-то оригинальное попробовать сделать. И первое, что мне пришло на ум, почему бы не сделать рэп-клип, раз уж я этим занимаюсь, мне это нравится. Я попробовал, мне некоторые ребята, мои знакомые говорили, что это рискованная идея, что не факт, что Гарвард это положительно воспримет. Возможно, я буду выглядеть довольно-таки гуфи. Какие-то еще вот такие вот фразочки мне давали, да, того, что, собственно, может выглядеть не так, как Гарвард хочет видеть аппликанта NBA, да. Как-то несерьезно, простыми словами. Но я решил все равно попробовать и не пожалел. Оглядываясь назад, да, меня не взяли, да, я расстроился. И не факт даже, что Гарвард посмотрел мое рэп-эссе, видео, потому что школа достаточно консервативная. У них было четко написано, что нужно письменное эссе. Я, конечно же, сделал текст своего рэпа на бумаге, скрипт, да, отправил. Но без видео это все выглядит, конечно же, не так эффектно, как с видео, да. А видео я на Vimeo отслеживал каждый день по локации, откуда были просмотры. Но вот как-то из Массачусетса просмотров, по-моему, там не было. Поэтому не факт даже, что они прошли, кликнули по ссылке. А может быть, посмотрели откуда-нибудь, шифруются, да, скорее какой-то. Чтобы не давать false promises. Может быть, может быть, да. Вот, собственно, да, меня не взяли, но видео останется. Но видео классно. Знаешь, вот будет что показать? Ну, во-первых, сейчас покажем. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I also was the captain of my section soccer team I tried to change my life and that shit my dream Hi, my name is, what? My name is, my name is, my name is, my name is, Max Moscow. Hi, my name is, what? My name is, my name is, my name is, Max Moscow. Во-вторых, будешь что показать, когда ты, знаешь, лет через 30 будешь такой выступать, ты же motivation speaker, на какой-нибудь commencement speech будешь делать, расскажешь, а вот, значит, я выступал, когда-то меня не взяли, но это ничего не значит. Может быть. Расскажи, пожалуйста, про DimaTorzok DimaTorzok И он мне давал какие-то советы, к которым я, кстати, вот в тот момент не прислушался. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, наверное, стоило больше на них обратить внимание. В частности, для таких людей, как я, у которых с математикой все нормально, а с вербалкой были проблемы, он советовал побольше читать. Читать различных художественных книг, в частности, Яна Бэнкса он мне рекомендовал, и различных статей на разные тематики в разных scientific журналах, да. Вот, я как-то этому, да, я к этому совету прислушался, пытался это делать, но это очень time consuming, то есть тебе кажется, ну зачем вот читать какую-то книжку Яна Бэнкса, тратить на это там несколько недель, да, я лучше там прорешаю какие-нибудь вопросы, да, по официальному какому-нибудь вопроснику, поделаю МОК-экзамены, и все будет круто. Вот, я как-то вот на это перенастроился, но у меня, не знаю, вот может быть у кого-то еще такая проблема есть, у меня в частности, эта проблема всегда была, что мне тяжело давались тексты, которые не на бизнес-тематику, с точки зрения reading comprehension, я либо тратил на них слишком много времени, либо делал невнимательно и совершал большое количество ошибок. То есть первый раз, когда я сдавал, у меня был результат 690, математику я написал там на 50 из 51, sentence correction у меня был тоже хороший, около 40, но я завалил critical reasoning и reading comprehension. После этого я решил, окей, нужно, наверное, что-то поменять в подготовке, я какой-то онлайн курс нашел, уже точно не помню, как он назывался, но у меня в статье на сайте там это указано, готовился по нему, по каким-то другим источникам, с трудом, но передал на 710. В этот момент я подумал, окей, может быть это уже что-то более-менее вменяемое, можно пытаться с этим результатом поступать в школы, вот, а собственно с ним я и подал свои заявки в UCLA, в UC, в Stanford. За день до того, как податься в Stanford, я решил пойти еще раз и попробовать пересдать в третий раз, но результат был 680, и я его, конечно же, консульнул, вот, ну подумал, попытка не пытка, окей, как минимум я попробовал. Вот, а значит, и потом уже перед тем, как во втором раунде поступать в Гарвард, как я сказал ранее, я с семьей поехал в отпуск в Дубае, я не готовился перед этой попыткой, то есть буквально я там что-то, какие-то свои старые записи полистал, это у меня заняло там 2 или 3 часа в отеле в Дубае сидя с кальяном, вот, и я на следующее утро пришел в экзаменационный центр и сдал на 730. Для меня это было просто шоком, потому что у меня даже пробные экзамены, у меня был один пробный экзамен на 730, но все-таки пробные и реальные экзамены, это немножко разные вещи, да, вот, я очень обрадовался. У меня была мысль, может быть, это из-за того, что как-то вот в Дубае по-другому оцениваю, да, или там другая выборка. Может быть, кальян такой? Может, кальян был хороший, но фишка в том, что мой друг тогда тоже, он тоже с семьей прилетал в Дубай и тоже сдавал, но он сдал на 680, 690, если я не ошибаюсь. По-моему, мы с ним даже один и тот же кальян курили, так что. То есть не в кальяне, я уже хотел сказать, о, кажется, мы нашли лайфхак. Шаг 1, едешь в Дубай себе, шаг 2, берешь кальян, шаг 3, сдавешь джима. Ну, кстати, может быть, кому-то это и поможет, да, вот мне помогло, моему другу нет, он потом приехал в Москву и в Москве пересдал до 730, но история была забавной, да. К сожалению, опять же, этот результат мне не позволил поступить в Гарвард, куда я хотел, но, собственно, с этим результатом я уже в прошлом году, в 2017-м подавался в 5 школ, в том числе в Стэнфорд, Гарвард, Ель, Колумбию. И Чикаго, и меня взяли в 4 из 5, так что, ребят, если у вас 730, вы можете не париться, с этим результатом можно подаваться. Хотя я парился, и перед тем, как податься в прошлом году, я решил попробовать еще раз пересдать джимат, увеличить свой скор, я готовился. Ты не скажешь, ты хочешь? 80-50 из-за 700. Но в итоге я сдавал два раза в прошлом летом, первый раз на 720, второй раз на 700. В итоге, что получилось, что у меня 6 попыток было, начиная от 680 до 730. Все по десяточке, все результаты я собрал, такой стрит, пользуясь покерной терминологией. Да, ребят, я не рекомендую сдавать так много, я на самом деле немножко в какой-то момент просто, у меня уже был такое рвение, я думал, а ну я сдам на 750, ну блин, сдают же люди, я тоже это сделаю. Но не стоит, оно того не стоит. 720-730 нормальные результаты, с ними можно поступать. Даже там 710 тоже ок. Наверное, 700, что-то ниже 700. Есть люди, которые поступают с такими результатами в топовые школы. Ну да, с Тэнфорд Гарротт, да, хорошо бы, наверное. Наверное, 730, но я не уверен, я думаю, что если суперкрутая, классная история, мне кажется, твоя история, вот с ней бы ты поступил и 710. И 700, я думаю, ты поступил бы с ней. Ну, да. Первый раз в Тэнфорд меня не взяли, мне тоже казалось, что у меня была классная история, но она была заточена на интертеймент. Первый раз я говорил о том, что я хочу создать свой лейбл в будущем, то есть поработать какое-то время с мейджор лейблс и дальше создать свой для того, чтобы дать возможность российским талантливым исполнителям, артистам, музыкантам проявлять себя на западном рынке. Потому что сейчас нет ни одного, наверное, известного российского музыканта, я имею в виду поп-эстраду, рэп-эстраду, не классического музыканта, а именно вот такого эстрадного. Нет каких-то известных людей, кто был бы популярен на Западе или в Азии или где-либо на других рынках, помимо России. И это почему-то мне кажется, что неправильно. Понятно, тут есть языковые особенности, но был успешный проект Тату какое-то время назад, когда они колесили по всему миру, были еще там пара, может быть, кейсов и все. По пальцам водной руки можно пересчитать. Моя была история о том, что я хочу создать бридж для вот этих ребят, проявлять себя там. Но эта история сработала не очень, может быть, она была в какой-то степени наивной. И сейчас я для себя понял, после того, как я, собственно, съездил в Лос-Анджелес, пообщался там с разными ребятами, кто в этой индустрии работает, я понял, что я не хочу этим заниматься профессионально. В свободное время по фану, да, но пытаться делать в этой сфере бизнес очень тяжело, рынок не такой большой, конкуренция бешеная. И, в общем-то, если ты какой-то талантливый рэпер, музыкант, окей, у тебя есть шансы, но вот именно стать каким-нибудь там продюсером, шансов очень мало. Ну, то, что, как сказать, после моего ресерча, какой я сделал вывод, да. Ну, ничего, сейчас вот по поводу разборок с харассментом продюсер-клубается. Да, наверное. Конкуренция с хлопницей. Конкуренция с хлопницей, может быть, появятся возможности, да. Главное, вести себя прилично. Но ты вообще женатый человек, тебе еще парится туда. Да, да. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот про уже успешную заявку, когда ты подавал 5 школ. Что изменилось по сравнению с тем моментом, когда ты подавал и не прошел? Да. Мне кажется, наверное, три основных вещи. Первое – это то, что с точки зрения опыта у меня появилась сделка IPO детского мира, в которой я отвечал за project management, в целом за проект от начала до конца, за работу с банками, с юристами и так далее. И, слава богу, этот проект завершился со второй попытки, тоже не с первой. Первая попытка у нас была в 2014 году, но, к сожалению, случился Крым. Нам буквально 2 или 3 недели оставалось для того, чтобы сделку провести. Но, естественно, после Крыма российский equity рынок был закрыт на несколько лет. И, собственно, наше IPO успешное в прошлом году, в 2017, оно, можно сказать, в какой-то степени открыло этот рынок, потому что за три года до этого практически ничего не происходило с точки зрения таких вот международных размещений с полноценным маркетингом среди международных и социальных инвесторов. Этот опыт я, конечно же, описал во всех своих аппликейшенах, в резюме, мои рекомендодатели, я так предполагаю, что-то об этом тоже описали, потому что мы с ними обсуждали этот проект. Я с ними обсуждал. Это первое. Второе – это то, что я поменял историю. То есть я решил отказаться от интертеймента. Интертеймент есть у меня в резюме, как такое некое хобби, какие-то ачивменты, family projects. У меня жена, кстати, рэпер. Вот это будет здесь. Я решил немножко сместить фокус, сказать о том, зачем мне нужен MBA, что я хочу диверсифицироваться. Это правда так, что я работал, помимо того, что я в России исключительно, я исключительно ритейлом занимался последние шесть лет. Я сказал о том, что функционально я хочу остаться в private equity, в venture capital, в той сфере, где я работаю. Но с точки зрения индустрии мне очень интересен healthcare, где я вижу огромный потенциал, как в России, так и в любой другой стране мира. Эта тема горячая, она и была, и есть, и будет горячая. Население стареет, дети рождаются, появляются. Индустрия не стоит на месте, и она очень большая с точки зрения своего денежного потенциала. Много компаний задействованы, есть фармакология, есть госпитали, есть клиники. Я сфокусировался на том, что я хотел бы улучшить сферу здравоохранения в России, потому что все знают, что она у нас далека от идеала, в ней много сложностей, но, наверное, long term я действительно хотел бы этим заниматься, улучшать здравоохранение. И в своей истории для MBA я описал несколько кейсов из личной жизни, с которой мы столкнулись с моей семьей, собственно, с неэффективностью этой системы. Даже вот в Москве, в Московской области. Я уже не говорю про то, что в регионах происходит. И, собственно, наверное, третий, то есть второй фактор, да, это то, что изменение истории. И третий, наверное, фактор, это то, что как я начал относиться к этому всему процессу гораздо легче. И когда я сам уже писал эссе, я уже на основе своего предыдущего опыта понимал, то, что я написал, это булшит или не булшит. Я как-то начал немножко глазами admission committee, мне кажется, смотреть на свое собственное эссе. Это, конечно же, все равно не убрало необходимость большого количества итераций, но, тем не менее, уже какой-то опыт был, да, и как-то глаз был наметан немного на какие-то фразы, на какие-то мысли, как их правильно доносить и так далее. То есть второй раз подаваться легче, чем первый. Ты уже прошел этот путь, знаешь какие-то подводные камни. То есть, получается, ты начал заниматься этим в 2014 году? У меня мысль пришла в 2014 году податься. Начал, по факту, я в 2015, весной примерно 2015 года. Вот, и, собственно, в декабре 2018 года я получил звонок из четырех школ. Да, ну, для меня, конечно, хороший урок. Вот если ты готов добиваться какой-то цели, так, четыре года, серьезно пересдавая GMAT шесть раз, то, блин, ты, скорее всего, добьешься своей цели. Тут вопрос, что ты можешь даже уже перерасти. Мне кажется, что в какой-то момент, вот знаешь, когда у тебя там и с детским миром удалась сделка, и когда на работе все складывается хорошо, мне кажется, что ты без бизнес-школы обошелся бы прекрасно. Но у нас, собственно, осталась самая интересная часть. У нас теперь осталось поговорить о флагах. Думаю, что это, конечно... А в Стэнфорд говорят очень крутая школа для семьи. Да, по имени Фрэнли я тоже слышал. Я точно об этом думал, когда сам поступал. И я об этом и сам писал. И я даже, помню, приложил к аппликейшену фотографию семейную. Я не думал, что... Я не собирался таким образом убедить, возьмите меня, вот, смотрите, моя семья какая-то приятная. Но там есть раздел, типа, есть ли еще что-то, что мы у вас не знаем? Блин, а про семью ничего не спросили? И да, конечно, есть, блин, вот. Да, конечно, есть. Я не буду писать про это длинный эсэн, вот хотя бы фотографии посмотрите. Окей, фотографии посмотрели, но вот теперь знаете. А без этого, конечно... Да, у них в аппликейшене есть. Если у вас дети, да, напишите имя. Да, и все. Давайте, я тут, значит, рассуждал столько, сто пятьсот страниц про свои, там, бизнес-идеи, а там про семью вообще ничего нет. Да, это правда. Ну, у меня так получилось, что семья была частью моего эссе, поэтому в этом плане мне было чуть-чуть проще, да, органично списалось, да. Ну, так вот, расскажи, пожалуйста, какие планы-то теперь для тебя и для семьи? Начну, наверное, с семьи. Собственно, у меня дочка Настя, ей сейчас три года, через пять дней ей исполнится четыре. Я думаю, что для нее Стэнфорд и Калифорния будут просто идеальным местом, да, для развития. Конечно же, я надеюсь и уверен, что она выучит английский в совершенстве, да, и уже сможет спокойно на английском языке общаться. Я помню, когда я учился в МГИМО, я реально белой завистью завидовал вот ребятам, которые у нас были там, не знаю, которые жили в Канаде в детстве или где-нибудь в Великобритании, и для них английский не был проблемой. Для меня он был проблемой. А потом они списывали тебя на экзамен, да, я знаю таких ребят. Ну да, ну, по крайней мере, они могли говорить свободно на языке. Может быть, они там с грамматикой не так хорошо разбирались, но могли говорить. И это, я считаю, большой плюс по жизни, если ты умеешь без акцента говорить на английском языке. Неважно, где ты, в какой стране ты живешь и так далее, да. Поэтому дочка будет ходить в садик обязательно, будет заниматься английским, может быть, каким-нибудь еще языком, например, испанским, почему нет, и будет ходить на художественную гимнастику. Сейчас у нас ходят в мутищах на гимнастику, мы уже нашли несколько клубов рядом с Пало-Альто. Как ни странно, основатели этих клубов и тренеры, как правило, из России или страны СНГ, потому что понятно, что лучшая школа художественной гимнастики, она в России. Да не только художественной, спортивной. В принципе, и спортивной гимнастики, да. Вот это для меня крик души. Я в Америке не мог найти турник, чтобы делать выход силы. Пришел в спортзал для турника, сделал выход на обычные растяжки, ударился головой по толпу, потому что палок низкий. Но я все-таки спрашиваю, что это было? Тебе нужно заниматься со сборной университета по спортивной гимнастике. Она занимается тогда-то, тогда-то. Вот нам включили, спросили. Да нет, мне нужен турник просто. Извините, что перейдите. Кстати, мне кажется, в Калифорнии, в чем плюс, там много площадок для воркаута. Круглый год можно заниматься. В Лос-Анджелесе, например, очень много такого. Я уверен, что и в Стэнфурде, и в Палуальте тоже такое будет. Значит, что касается жены, как я уже сказал, она увлекается музыкой, рэпом. Она планирует как минимум попытаться продолжить карьеру там. Может быть, это даже даст какой-то дополнительный буст, дополнительный виток в ее творчестве. Посмотрим. Это одна из идей. Вторая идея, что ей тоже интересно, это работа в благотворительных организациях, в нон-профит, которых тоже в Америке, в Калифорнии в частности достаточно много. Поэтому какие-то варианты, я уверен, что она сможет найти. Ну и третья, это уход за ребенком, за Настей. И помощь мне, как студенту, который будет активно учиться и заниматься какими-то там другими вещами, рекрутингом и прочими делами. Моральная и не только моральная поддержка. Да, может и работу за меня сделать. Да, может и работу за меня сделать, модель запилить какую-нибудь. Ну, в общем, да. Я думаю, что такими своими вайфс дьюти тоже она будет заниматься. Ну и я думаю, для работы в некомической организации тоже возможность будет. Вот в тех же благотворительных фондах, там же виза не нужна. Вот, в этом большой плюс. Да, не нужна виза, и поэтому, я думаю, можно будет что-то найти. То есть, да, если для тебя, ну, в смысле для нее, не критично получать за эту работу именно денежную компенсацию, там, не морально, а именно деньги, если это не критично, то запросто возможности много. Да, да. Вот, что касается меня. Если честно, у меня нет какого-то прописанного плана, да, чем я хочу заниматься там и после. Есть какие-то идеи, directions, да, о чем я думаю. Как я уже сказал ранее, то, что я писал в application, и что пока соответствует действительности, да, это то, что я хочу попробовать поработать в PE или VC фонде с фокусом на health care. Скорее всего, я буду искать такой фонд в Штатах, потому что в России таких фондов их нет, по факту. Есть, но таких вот именно специализированных, то есть есть фонды, которые инвестируют в health care, но специализированных, кто на этом фокусируется, таких я, по крайней мере, не нашел. Их и не специализированных? Да, их и не специализированных, можно по пальцам одной руки пересчитать. Если хочешь просто не специализированных, уходить с твоей работы не думай. Это правда, это правда. Ну вот, поэтому я попробую, опять же, я слышал от многих людей, что попасть в PE или VC, даже после Стэнфорда, человеку без американского паспорта сложно, практически нереально, но мне точно так же говорили и про поступление в Стэнфорд. В какой-то момент я общался с одним консультантом местным, американцем, и когда я его спросил, ну что ты думаешь, в Стэнфорд, Гарвард есть у меня шанс? Он говорит, ну знаешь, unlikely, ну вот UCLA может быть, но вот Стэнфорд, Гарвард скорее нет. Я оказался в Стэнфорде. Один консультант по джемату говорил мне, после того, как я сдал на 630 пробный экзамен, он мне говорил, ну на 100 баллов, там до 700 поднять, ну нереально. Я таких кейсов не видел. Я сдал на 730. Ты ему написал тогда? Конечно. Ну а теперь видел один кейс. Да, да, да. Поэтому я считаю, что не нужно слушать, что вам говорят. Нужно, конечно, прислушиваться к правильным советам, но если вам говорят, что вы не сможете это сделать, в это верить не нужно. Ну это уже я к советам, наверное, да, немножко перехожу. И всегда можно, что называется, beat the odds. Немножко неправильно, odds оценивают. Вот у меня, когда я подав... Я же тоже отбирался в PII фонды. Американские. В Лондон ездил, завалил интервью. Но потом решил, что я не хочу. У меня был опыт гораздо меньше, чем у тебя. Просто гораздо. Твой опыт сейчас, если приобревать еще к этому Стэнфорд, это просто золотые горы для PII. Поэтому не слушай никого, кто говорит, что не возьмут. Это глупость. Если тебе будет интересно, я тебе дам контакты с кем этого. Спасибо, спасибо. Тебя точно возьмут. Вот я... Окей, ничего не бывает точно, но я готов был бы даже, наверное, деньги на это поставить, что если ты скажешь, я хочу, то тебя... Ну да. Но другое дело, что, как и ты, может быть, в какой-то момент я пойму, что я не хочу этого делать. Who knows? Потому что два года будет на то, чтобы, собственно, попробовать разные вещи. Мне интересна индустрия технологии. Опять же, у меня не было в ней никакого опыта. Более того, вот в моем аппликейшене в Стэнфорд даже слова такого не было. Текнолоджи. У меня один из друзей, которому я показывал аппликейшен, говорит, как ты в Стэнфорд вообще собрал заехать? Текнолоджи. Да, подпиши где-нибудь там. Мы на вывесе. Это что, девелопер? Да, Silicon Valley. Проблемы. Вот, да, поэтому тоже есть такое заблуждение, что Стэнфорд берет только тех, кто так или иначе связан с технологией сектором. Это неправда, ребят, это миф. Но, тем не менее, не то чтобы я не интересуюсь этим сектором. Недавно я проинвестировал в один проект, кстати, основанный Стэнфордскими выпускниками 2017 года. Проект по майнингу биткоинов. В Сибири который? В Сибири. Да, в Иркутской области. Рядом, собственно, с моим родным городом в Систелинском. И я в конце мая очень хочу поехать на недельку, заехать в свой родной город, где уже 6 лет не был, и заехать посмотреть эту ферму. Как она выглядит, что это такое вообще, да, майнинг. Увидеть все своими глазами. Вот, поэтому я планирую, да, в индустрию технологии погрузиться. Может быть, я в какой-то момент решу, что почему бы мне не поработать в каком-нибудь стартапе или, наоборот, в крупной технологической компании в роли, например, продакт-менеджера или в какой-либо другой роли. Это, наверное, вот вторая опция, которую я тоже хочу изучить и, собственно, попробовать что-то в этой связи. Да, будешь учиться ходить. Надо. Это план на лето. После того, как я в июне, надеюсь, успешно сдам CFA, третий уровень, я хочу взять несколько курсов на Курсере или на других источниках по дип-лёрнингу. Дай совет, пожалуйста, ребятам, помладше студентам, например, чтобы сделать так, вот если им сейчас 20 лет, как бы им правильно развиваться, чтобы, там, оглядываясь назад, не сказать, ой, я протупил, потерял время или там что-то неправильно делал. Ну, я считаю, что у меня, по крайней мере, в жизни всегда работал принцип, что не делается все к лучшему, поэтому куда бы человек молодой, если он с головой на плечах, талантливый, куда бы он не пошел, скорее всего, в этой сфере он сможет как-то себя проявить. Наверное, классический вариант для 20-летнего выпускника – это пойти в консалтинг, потому что в инвестмент-бэнкинге сейчас делать нечего, там очень маленькие команды, бизнеса не так много, может быть, да, окей, там, в ближайшие год-два что-то поменяется, но пока как-то предпосылок к этому нет. При этом консалтинг, на удивление, расширяется, расширяется и расширяется. Я как ни встречаюсь с людьми из McKinsey, я вот обычно задаю очень простой вопрос, сколько у вас людей работает в офисе? Я помню, что лет 5 назад, когда я задавал этот вопрос, мне говорили, что там в McKinsey, по-моему, там 200-250 было человек. Последний раз, когда я задал такой вопрос, мне сказали, что 350, и это именно фронт-офис, консультанты. То есть, несмотря на то, что экономика чувствует себя, мягко говоря, не очень, в McKinsey и другие консультанты продолжают расширяться, как-то находят проекты, что-то делают. Значит, наверное, там как-то можно развиваться, и это такой неплохой, наверное, карьерный старт. Но если вы не попали в McKinsey, BCG или в Bain, или вы считаете, что консалтинг – это не для вас, ничего страшного. Есть много других классных компаний и в России, и не в России, где можно работать, переразвивать свои навыки. И в любой сфере, я не знаю, взять, например, ритейл. Казалось бы, компания, тот же самый детский мир, с которым я работал. Наверное, для большинства выпускников они думают, ну вот детский мир, ну это что-то такое, ритейлер игрушек, идти туда работать, ну как-то не круто. А вот, например, у нас парень один, которого мы взяли, он закончил финансовую академию, проработал год или два в четверке в Эрстоньянге и пришел на аналитика в детский мир. И за два года он сделал в какой-то степени головокружительную карьеру, и сейчас он стал head of IR детского мира в свои, не знаю, 25 или 26 лет. Ездит по разным странам, встречается с инвесторами, общается, развивается. Естественно, с топ-менеджментом постоянно общается. То есть, казалось бы, такой нетрадиционный карьерный путь, но в итоге все получилось очень даже неплохо. Поэтому, ребят, ищите какие-то интересные вакансии. В первую очередь ориентируйтесь на то, как вы сможете в этой компании развиваться, есть ли какие-то перспективы роста, есть ли что-то, чему вы можете научиться. Но самое главное, какие люди будут с вами работать. Потому что работать в приятной атмосфере всегда лучше, чем в неприятной атмосфере. Для меня, например, работа в IB, я два раза работал в IB, мне там совершенно не понравилось. И не то, чтобы там были плохие люди, ребята-то все классные сами по себе в отдельности. Но когда все они собираются в гигантский open space, где там сидит 50-60 человек, и постоянная такая стрессовая атмосфера, нет совершенно никакого личного пространства. Ты работаешь с 10 утра до часу ночи каждый день без выходных. Ну вот для меня, например, я это очень с трудом выдерживал. И я уже после первого года в IB понял, что я там работать не хочу. Но, наверное, многие уже видели интервью с Лешей Наумовым, который продержался уже, сколько, 6 или 7 лет в этой мясорубке. Ну и, в принципе, нормально себя ощущает. Выглядит неплохо, по крайней мере. Возможно, обратись к психотерапевту. Это может помочь. Алекс, выносливый. Выносливый парень, да. Я бы такого не выдержал. Я считаю, что это неправильно. Ну вот лично мое мнение, да. Деньги – это не главное. Конечно же, у каждого своя формула счастья. У кого-то там деньги имеют очень большой вес, статус, название компании. Goldman Sachs, Morgan Stanley, еще что-то. У меня это точно было не в топовых параметрах моей формулы счастья. Поэтому я понял для себя, что нет, IB – это не для меня. Ну и, наверное, с точки зрения бизнес-школы. Опять же, если вы надумаете поступать, ничего не бойтесь. Если вам кто-то говорит, что вы что-то не сможете, это полная ерунда. У нас вот в Стэнфорде, например, я вот смотрю на людей, которых приняли в первом раунде. У нас в Фейсбуке есть группа. И там люди с совершенно разными бэкграундами. Там вот нет такого, кстати, как вот в Гарварде, который немножко так заточен на консультантах. Люди там есть, я не знаю, актеры, журналисты. Да, окей, есть финансисты, есть интерпренеры. Есть вот, например, один парень у нас из Таджикистана. Он даже попал в какой-то список Forbes, 30 under 30, ему 20 лет. Он уже учится в Гарварде в Public School of Policy, Kennedy School of Public Policy. И будет делать дуал-программу с MBA. В следующем году мы будем вместе учиться с ним в Стэнфорде. Казалось бы, человек, вот, наверное, действительно, экзампл человека, который бит the odds. Попасть из Таджикистана в Гарвард, в Стэнфорд. Может быть, кому-то это кажется чем-то нереальным. Парень добился своей цели и, собственно, продолжает развиваться. Вот, и, наверное, ну и, конечно же, подготовка тоже важна. Fless Pro – замечательный ресурс. Вот, есть кейс Вити о том, как он поступал детально со всеми этапами. Да, это я, честно говоря, тоже за этим всем следил, изучал и много полезного для себя нашел. Вот, и, наверное, еще совет такой – общайтесь с людьми, задавайте вопросы. Я вот за время подготовки, я не знаю, наверное, ну, больше ста провел информационных всяких интервью, встреч, звонков, переписок где-нибудь в Фейсбуке, в Линкдине, задавал вопросы. И как-то у меня вот постепенно начинал складываться пазл, да, о том, что из себя представляет та или иная школа, на что в первую очередь обращают внимание в Admission Committee, как правильнее подавать свою историю и так далее, да. То есть это все очень полезно. И в период этого процесса вы тоже расширяете свой нетворк. Вот. Я, хоть я и не учился, там, например, в Чикаго или, там, в Колумбии или в Еле, да, у меня уже достаточно много друзей из этих школ, просто потому, что я ресерчил перед подачей аппликейшена эти школы, общался с людьми, знакомился. Спасибо большое, Макс. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо огромное. Да, всем спасибо. С нами был Макс Апорников. Скоро он будет не с нами, а в Стэнфурде. Мы останемся здесь, так что возвращайтесь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»